На улицах этого населенного пункта можно встретить несколько памятников белогривым красавцам. И это неспроста. В 1924 году неподалеку от села Успенска Денцовского округа был открыт Московский конный завод номер один. Его основной функцией сразу стало восстановление и улучшение орловской расистой породы лошадей. После Первой мировой войны состояние коневодства в России резко ухудшилось. А во время революции племенные лошади частных конных заводов были разобраны крестьянами. Породистых орловцев сохранилось всего две-три сотни. Орловская порода была выведена графом Алексеем Григорьевичем Орловым. Годом основания орловских рысаков считается 1774 год. И орловских рысаков изначально выводили для того, чтобы на санях или в упряжи добираться из города в город. Постепенно, благодаря длительной селекционной работы, орловский рысак стал гордостью российского коневодства. Памятник элитному представителю этой породы по имени Квадрат теперь украшает территорию завода. Сам конь известен тем, что он выиграл все главные четырехлетние призы. Также он в возрасте пяти лет отправился на Московский конный завод. Был производителем на протяжении 25 лет и оставил более 600 потомков после себя. Квадрат родился спустя год после окончания Великой Отечественной войны. В то время завод был полностью эвакуирован в Тамбовскую область. Всех лошадей удалось уберечь. Кроме того, благодаря усилиям специалистов завода в нашу культуру вернулась русская тройка. Много лет один из главных выпусков новостей начинали белоснежные подопечные конезавода. Сегодня они на заслуженном отдыхе. Помимо того, что он снимался в новостях, в заставке Вести, он также посетил многие страны Европы. Там больше показательные были выступления. Показательные, да. То есть, что вот существует такая тройка – орловские рысаки. После распада СССР завод переживал непростые времена. Однако коллективу предприятия удалось преодолеть финансовый кризис. Лошади Московского конезавода снова стали обязательными участниками всех выставок. В 2002 году здесь открылась бесплатная школа верховой езды для детей. Со всего мира за орловскими рысаками раз в год приезжают сюда ценители конной езды. Более подробно об истории завода, его особенностях и удивительных подопечных вы узнаете завтра в нашей программе про округ. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.